У нас сегодня такая узконаправленная тема, тема работы с областью глаз. Я решила ее направлено на наши средства для ухода за кожей век сделать, потому что было много вопросов, как использовать эти средства как на наших семинарах, так и вопросов в наших чатах, поэтому решила такую тему озвучить сегодня. Как, что, с чем хорошо сочетать? Так, очень тихо или сейчас уже нормальный звук? Так, вроде сейчас все хорошо, всем видно и слышно. Еще раз здравствуйте, меня зовут Шабранова Татьяна, я тренер и технолог компании Гильтек, а также практикующий косметолог и преподаватель массажных техник и депиляции, поэтому буду делиться с вами тем, что практикую сама и в уходах, и, соответственно, методиками нашей компании, которые были специально разработаны для работы и врачей-косметологов и использования в домашних уходах. Сегодня, как я уже сказала, обсудим основные проблемы, вопросы, которые вас интересовали, интересуют наших клиентов, также особенности строения кожи и мышечной системы в области глаз, да, и эффективные косметические процедуры, которые действительно способны корректировать те проблемы, с которыми к нам обращаются клиенты, а также наше следствие Гильтек, которые можно включать как в процедуры, так и в ежедневный домашний уход с различными проблемами в области век. Вот как раз сейчас зимний период, и многие клиенты отмечают сухость в области глаз, да, более заметными становятся морщины, именно потому что работают и отопительные системы, и на улице достаточно такой серьезный минус, эта зима нас радовала и снегопадами, и хорошими морозами, не всегда у нас было все благосклонно, да, поэтому все-таки клиенты сейчас обращаются с сухостью в области глаз, да. Какие проблемы чаще всего встречаются у косметологов, да, и если вы наши клиенты, да, то есть и у клиентов в этой области, да, прежде всего и достаточно частое обращение как косметологам, так и врачам-косметологам, и в магазинах, да, это отечность, да, то есть особенно, возможно, может быть, постпраздничный период, да, то есть или же именно вот в зимний период, когда больше времени проводим дома, да, и есть у кого-то, может быть, склонность к отечности, да, а также морщины, да, то есть основная проблема, с которой обращаются не только возрастные клиенты, да, но даже и молодые клиенты. Сухость и чувствительность кожи в этой области, да, а также тоже очень такая серьезная проблема, да, то есть это темные круги под глазами, которые в последнее время встречаются все чаще и чаще, и мы будем тоже смотреть, как это корректировать. В основном, да, то есть возрастные проблемы в этой области не единственная, да, то есть изменение возрастной кожи не единственная проблема, да, с которой обращаются клиенты, и именно внешние дефекты, точнее, образование внешних дефектов, да, еще способствует активная мимика. У нас в области глаза и в области век достаточно много мышц, и глаз сам по себе моргает более 20 раз, да, то есть в секунду при этом задействуется большое количество мышц. Также мы с вами выражаем эмоции, и при этом, да, кожа сокращается благодаря мышцам, и морщины становятся явно выраженными. Тоже в последнее время часто встречающиеся проблемы – это плохое зрение, так как люди, имеющие заболевание в области глаз, да, то есть близорукость, дальнозоркость очень часто щурятся и фиксируют зрение, да, также это провоцирует образование морщин. Но длительная деятельность около компьютера, длительная деятельность около телефонов различных гаджетов также может провоцировать образование морщин. И здесь хотелось бы отметить то, что вроде бы зрение нормальное, да, но из-за того, что в работе с телефонами, да, то есть в работе с компьютерами глаз долго фиксируется в одной точке, зрение незаметно нарушается. Многие из вас, да, или те, кто постоянно работают в компьютере, используют специальные очки для работы с такими предметами, да, чтобы не было большой нагрузки на глаза. Ну, как правило, 80% людей избегает этого. Также постоянное нахождение у компьютеров, да, или же электронной техники может вызывать сухость глаз, да, то есть это уже есть, не знаю, насколько стопроцентно подтверждены ли такие исследования, да, но синее излучение от компьютеров и гаджетов тоже влияет на кожу, так же, как и солнечное излучение. Напряжение и стресс, недостаток сна, чтение при плохом освещении точно так же влияют на состояние кожи в этой области, а также отсутствие СПФ, да, возможно, многие наши клиенты, да, или вы сами, да, покупают солнцезащитные очки, у которых на линзе указана еще и не только защита от солнца, да, тонирование, но и защита от СПФ. Сейчас такие линзы выпускаются, в том числе, как и одежда, куда вплетаются специальные нити, которые защищают нас от солнечной активности. Ну и хотелось бы сделать такой отсыл, да, еще вредные привычки также очень часто являются причиной некоторых проблем с кожей век, да, особенно отечность, да, то есть когда есть злоупотребление алкоголем, да, плюс курение, например, курение вызывает спазм капилляров приблизительно где-то на часа два, да, то есть если вы выходите покурить где-то один раз в час, кто-то курит чаще, возможно, там раз в полчаса, да, то это постоянный спазм сосудов, который может вызвать как отечность, так и хрупкость капилляров в области века, да, поэтому, то есть очень много факторов накладывается, накладывает отпечаток на состояние кожи в области века. Также еще хотелось бы, и это, наверное, в зимний период тоже актуально, достаточно сказать, что многие вирусные заболевания, да, и прием некоторых препаратов также влияет на состояние кожи в области глаз, да, как на отечность, да, так и на сухость кожи, что может провоцировать, да, как темное потемнение, да, в области век, также может провоцировать и сухость кожи. Давайте посмотрим особенности строения, да, кожи и век, что происходит, да, кожа в области века в несколько раз, да, вот у меня указано в три раза тоньше кожи на лице, да, и в ней очень мало сальных желез, а также нет потовых желез, да, и она более сухая и склонна к растяжимости, чем вся кожа лица. Подкожно-жировая клетчатка достаточно рыхлая, да, что может провоцировать тоже частую отечность, и она действительно очень хорошо держит воду, что также может вызвать, да, то есть так называемые мешки под глазами сосудов в этой области гораздо больше, они располагаются ближе к поверхности кожи, да, и природно могут создавать вот эту вот своеобразную синеву, а также некоторые заболевания, да, из-за того, что в этой области сосудов больше, могут тоже накладывать отпечаток, да, и вызывать такой дефект, как потемнение, да, то есть или круги под глазами, и также большое скопление сосудов в этой области, как я уже говорила, может привести к отечности в области глаз. Связочный аппарат переорбитальной области, да, он достаточно слабый и рана ослабевает, и может также провоцировать такую проблему, да, как носослезная борозда, да, то есть или же опять же тоже может провоцировать вытягивание, грыжевых выпячиваний, да, круговая мышца глаза очень плотно вплетается в кожу век и тоже участвует в процессе кровоснабжения, да, то есть при спазмировании, при сокращении мышцы могут, то есть она при сокращении мышцы, она способствует как хорошему кровоснабжению, так и оттоку лимфы. Если есть напряжение в области, да, то есть она будет усугублять застой жидкости и способствует появлению как отеков, так и мимических морщин. И что... На что хотелось бы еще обратить внимание, что процедур для работы с этой областью не так уж и много, и на что хотелось бы обратить внимание, да, то есть на проблемы носослезной борозды, мимических морщин, да, очень часто решают инъекционные методики, и наши клиенты также достаточно часто обращаются за такими врачебными услугами, но профилактика, да, и косметические уходы, а также массажные техники, поскольку я больше, да, специалист по массажным техникам, буду говорить больше, наверное, об этом, да, и о профилактических средствах. Основные аппаратные методики, которые хотелось бы отметить среди самых эффективных, это, конечно, методики, которые улучшают лимфоток и кровоток, тем самым способствуя питанию тканей, да, и улучшение кровоснабжения, улучшающие кровоснабжение, да, то есть одними из самых эффективных методик, на мой взгляд, да, то есть это микротоковая терапия, конечно же, да, для уплотнения кожи, улучшения состояния кожи, да, то есть это методики РФ-лифтинга и лазерофореза, да, то есть или лазерной биоревитализации. Среди топических процедур, да, я бы отметила различные процедуры с применением химических пилингов, у меня целенаправленно не написано, да, то есть на слайде применение каких пилингов, да, то есть в данном случае это самые мягкие химические пилинги, химические пилинги, стимулирующие пилинги, да, начиная от молочной кислоты, да, от комплексных пилингов. У каждого бренда, который выпускает химический пилинг, есть своя формулировка, да, и химические пилинги лучше, за этим лучше обратиться, да, к определенному бренду, да, мне не хотелось бы сегодня там рекламировать какие-то варианты или какие-то бренды, возможно, я расскажу об этом, но так стимулирующие процедуры с химическими пилингами тоже будут очень эффективны в этой области. И массажные технологии специально прикрепила здесь слайд, да, который показывает на крепление переорбитальной мышцы, да, то есть круговой мышцы глаза, которая вплотную приплетается к лобной мышце, да, почему массажные технологии эффективны. Также к наружной части, точнее, наружная часть круговой мышцы глаза прикрепляется к мышце, поднимающей, к носовой мышце, да, и прикрепляется к мышце, поднимающей верхнюю губу. И практически любые массажные технологии будут способствовать как улучшению кровоснабжения, так и улучшению мышечной деятельности этой области, тем самым расслабляя мышцу, да, уменьшая количество мимических морщин, а также стимулируя ткани, убирая отечность. Самой, наверное, эффективной техникой, да, то есть это лимфодренажный массаж, да, который улучшает и, точнее, который улучшает и лимфоток, и улучшает кровоснабжение тканей в этой области, и комбинаторные техники, которые можно включать в любые процедуры, даже сочетая, наверное, с инъекционными методиками, да. Конечно, самой такой эффективной инъекционной методикой это введение ботулотоксина, да, для блокировки работы мышц. Но миофасциальные техники, техники расслабляющего массажа, да, и также аппаратные методики могут вполне заменить инъекции ботулотоксина, если они вам не показаны, да. На самом деле, например, вот работать с носослезной бороздой достаточно сложно, если это не анатомические, достаточно сложно, если это анатомические особенности человека. И, конечно, хорошо прибегать именно к инъекционным методикам, предварительно сделав хорошую подготовку при помощи массажных техник. Комбинировать можно, например, и миофасциальный массаж с классическими комбинаторные техники, такие, которые, ну, можно либо изучить, либо уже многие ими владеют, да, это хиромассажи, да, как по испанской технологии, которые включают в себя и лимфодренажные движения, да, то есть и полноценный мышечный релакс, да, и, опять же-таки, миофасциальные движения, да, то есть можно использовать в этой области именно и хиромассаж, да. Хиромассаж по французской технологии больше, наверное, направлен на стимуляцию и лимфодренаж, что тоже будет идеально работать и улучшать состояние кожи век. Миофасциальный массаж сам по себе может помочь и подготовить кожу, может помочь в работе уже доктора, который будет делать инъекционные методики, да, почему мы с вами подготовим мышцу и ткани для того, чтобы можно было полноценно потом скорректировать инъекционными методиками данную проблему. В средствах Гильтек... Ой, вот так, одну секунду, прошу прощения, у меня потерялся слайд. Так. Ну, раз потерялся, ничего страшного. Немножечко буду волноваться и избиваться, потому что потеряла. Ну, сейчас быстро соберусь и приду в себя. Да. На самом деле для массажа можно использовать любые техники, да, и любые средства подойдут для массажа. Сейчас на рынке косметическом много различных массажных технологий, да, которые предлагают от восточных методик до самой обычной классики, да. То есть если разбирать массажные техники, да, например, я очень люблю классический массаж, да, там классический массаж по Ахабацу, которым владеет практически каждый косметолог, потому что он, в принципе, стимулирует кожу, да, хорошо помогает работать, да, с оттоком лимфы и, опять же-таки, очень хорошо стимулирует кровоснабжение, да. За 26 минут работы в классической технике можно идеально подготовить кожу, да, как к инъекционным методикам, так и к аппаратному воздействию. По курсу массажных процедур здесь нужно смотреть по глубине проблемы, да. Если требуется изначально, да, если требуется большое введение, да, то есть высокая доза препарата, то после 5-6 курсов обычного, например, либо лимфодренажного массажа, да, либо классического массажа по Ахабаце, да, например, доза введения инъекционного препарата снижается. На что еще хотелось бы обратить внимание, да, здесь при воздействии комбинаторными техниками, да, то есть к ним относятся хиромассаж, как испанский, так и французский. Также массажи, проработки глубоких тканей, да, то есть различные японские массажи, которые затрагивают более глубокие ткани. Здесь можно, например, подготовить тремя-четырьмя процедурами, каким-то инъекционным методикам. Я сейчас говорю про работу с носослезной бороздой. Понятно, что, например, если это отечность, то здесь нужно работать больше с лимфодренажными техниками и также применять средства, которые содержат топические вазопротекторы для того, чтобы улучшить состояние сосудистой сетки. Сейчас в арсенале косметолога для работы, например, с текстурой кожи появилось большое количество средств, которые содержат пептидные комплексы, которые способны восстанавливать ткани кожи, да, и корректировать именно глубину морщин. Их можно также включать не только в аппаратные методики, да, но и тонкие, например, гелевые текстуры прокладывать под массажные средства. Поскольку кожа век содержит очень мало липидов и, как правило, склонна к сухости, то здесь, например, не все массажные средства подходят. Поэтому подложить под массажные средства, например, гель, который содержит большое количество вазопротекторов. Вот в моем случае хотелось, точнее, не в моем случае, а среди моих фаворитов это гель для кожи вокруг рук глаз, который подходит не только для аппаратных методик, как был сделан он, как аппаратный гель, да, так и подходит под массажные технологии, как подложка под массажные средства, либо при миофасциальных техниках, да, которые проводятся без применения, или, как косметологи говорят, на сухую, да, то есть без применения массажных средств, которые улучшают скольжение, да, то есть его можно положить также под ложкой перед процедурой массажа. Данное средство содержит не только вазопротекторы, да, которые будут улучшать как лимфоток, так и будут обеспечивать венозный отток, да, так и уходовые средства. База у него, конечно, это гелуроновая кислота. Гель можно применять как в обычных уходах под маски, да, так и в домашнем уходе на ежедневной основе. Под массажные средства, да, если под масляную текстуру гель будет немножечко подкатываться, да, то есть может кататься, но в этом случае его можно нанести более тонким слоем. Очень хорошо воздействует на тонус сосудов и способствует нивелированию сосудистого окрашивания, да, то есть темных кругов под глазами за счет того, что содержит в своем составе экстракт корня солодки. Прекрасно сочетается как в салонном уходе, так и в домашнем уходе с кремом-сывороткой для век с эффектом лифтинга. Почему у меня стоят два данных средства в паре? По комбинации применения, поскольку гелевая текстура, а если века склонна к сухости и уже мы видим достаточно глубокие морщины, да, то можно как в домашнем уходе, так и в салонном уходе, да, дополнять его более таким плотным кремовым средством. Крем-сыворотка для век с эффектом лифтинга, несмотря на то, что она у нас находится в средствах домашнего применения, да, и решает такое большое количество проблем с веками, да, то есть такое универсальное как бы средство для ежедневного применения. Но средство содержит пептид матриксил. В салонном уходе идеально под, точнее, на завершение процедуры, да, под финальный крем, да, в ежедневном применении и в сочетании, например, после геля для кожи вокруг глаз, будет усиливать лимфодренажный эффект геля для кожи вокруг глаз, да, и дополнительно из-за высокого содержания пептида матриксила дополнительно будет нивелировать глубину морщины и уплотнять кожу. При этом содержит она кофеин, что тоже будет способствовать тонусу кожи, да, и снятию дополнительно отечности. Следующий комплекс средств, которые хотелось бы вам показать, да, то есть если косметолог не владеет инъекционными методиками, да, вы косметолог-эстетист, или же клиенту не показано применение инъекции ботулотоксина, да, то в случае или на этапе подготовки, да, к применению инъекционных методик, да, можно воспользоваться сывороткой миорелакс, она также подходит под массажные технологии, либо как подложка под массажные средства, либо, опять же, в миофасциальных массажах, да, которые выполняются по сухому, точно так же, как подложки, и нужно дать впитаться. Сыворотка содержит 10% аргелерина, да, цитилгекс и пептида, который работает на, который, действие которого подобно действию ботулотоксина, да, который слегка нивелирует мышечную активность, также содержит сыворотка миорелакс, очень хороший венотоник, да, это экстракт артишок, который будет способствовать еще и снятию отечности и укреплению сосудистой сетки. Действия любых пептидов накопительные, да, поэтому нужно понимать, что эффективность данного средства можно увидеть через применение, да, эффективность применения данного средства можно увидеть, например, минимум дня через 3, в зависимости от состояния кожи, максимум через полтора месяца, когда можно сделать перерыв. Очень хорошо данное средство дополняет крем, укрепляющий для век церамиды и пептиды. Очень хотелось бы сейчас именно в данный период обратить ваше внимание на данное средство, да. Крем больше направлен, да, для укрепления кожи, для увлажнения кожи, склонной к сухости, обезбоженной или очень чувствительной кожи, который содержит он церамиды и также тоже пептидный комплекс, который способствует не только укреплению кожи, да, но и также создает визуальный такой эффект разглаживания грубоких морщин. На что хотелось бы обратить внимание, что его использование именно в зимний период на фоне сухости кожи также будет эффективно и в процедурах салонных, также в домашнем уходе применения в дневное время. В данном случае, почему вот я их указываю в паре, это всегда они будут усиливать действия друг друга. Также у компании есть два очень интересных средства, на которые тоже хотелось бы обратить внимание. Это омолаживающий концентрат 5 пептидов, который содержит 5 пептидов в высокой дозировке, действительно интенсивно работающих по всем фронтам, решающих большинство проблем с кожей, да, то есть это комплекс релистаз, да, пентапептид-18, лиофасил, да, аргиллерин в достаточно высокой дозировке, аргиллерин здесь содержится 7%, действительно эффективное воздействие, также содержит матриксил, который способствует работе с глубиной морщин. Несмотря на то, что сыворотка предназначена для всего лица, прекрасно работает и в области глаз в сочетании с массажными технологиями, либо в качестве сыворотки для ежедневного применения, может сочетаться с любыми другими кремами, которые вы наносите выше, да, то есть сверху. Прекрасно сочетается с укрепляющим кремом и эффективно дополняет его, да, также, например, для усиления можно положить под крем-сыворотку для век с эффектом лифтинга для усиления действия, да, если в сыворотке для век с эффектом лифтинга есть только пептид матриксил, то наличие других пептидов, например, того же аргелерина, да, или релистаза усилит действие данной сыворотки. Прекрасно подходит как подложка под массажное средство, даст очень неплохое скольжение, да, то есть усилит скольжение средства. И на что хотелось бы обратить внимание, да, то есть на еще одно средство у компании Гильтек, да, которое выпускается достаточно давно, и, на мой взгляд, у большинства косметологов немного недооценено, да, то есть это маска акулоудовольствия, которая вполне способна заменить, например, патчи для ежедневного применения, да, а также способна заменить любые гидрогелевые маски, да, поскольку тоже является маской, да, чем лучше для замены, например, патчи. У большинства патчей есть основа, да, которая, собственно говоря, создает эффект такой... может усилить отечность, да, которая то в случае маски акулоудовольствия, поскольку она гель без подложки, без эффекта притягивания, да, такой вот задержки воды, то маска может вполне заменить любые патчи. Также данная маска может использоваться как слиппинг маска для усиления действия любых кремов, да, и профилактика утренних отеков, да, у нее достаточно обширный состав. При этом для работы с аппаратными методиками хотелось бы обратить на нее внимание, в том числе, поскольку идеально подходит как контактный гель под РФ-технологии, да, прежде чем поставить ее сюда, у нас наши партнеры, да, которые работают с РФ-оборудованием, очень часто применяют ее не просто как контактный гель, да, а как контактный гель с дополнительным действием. Получается немного небюджетно, но эффект не заставляет себя ждать. По маске Аква-удовольствия можно полноценно провести массаж, чем хотелось бы, наверное, поделиться тоже в ближайшее время, поскольку будет очный мастер-класс по массажным технологиям, да, потому что мне, например, в рамках вебинара очень сложно рассказывать, потому что обычно мне легче делиться информацией, именно показывая процедуры, и у меня больше складывается, да, текст именно когда я работаю руками, да. В данном случае идеальное средство для массажа идеально подходит для тех клиентов, у кого масляные массажные средства, возможно, вызывают какие-то неприятные ощущения, да, возможно, если у клиента проблемная кожа, да, и масляные массажные средства способствуют воспалительному процессу, поскольку маска Аква-удовольствия это водная основа, да, она содержит аквасил, да, еще дополнительно также средства, да, сывор, прошу прощения, экстракты, да, которые будут улучшать тонус сосудов, да, то есть это и плющ, и мальва, да, экстракт огурца, который способствует не только увлажнению, да, но и также укреплению сосудов, да, и база у нее также гиалуроновая кислота, то по маске очень легко делать массаж. Идеально долгое скольжение, как правило, водные средства не дают долговременного скольжения, да, и это для многих мастеров массажа большая проблема. В данном случае, поскольку содержит высокомолекулярную гиалуроновую кислоту, при увлажнении дополнительном вы будете увеличивать скольжение, и полноценно можно проработать массаж по маске в течение 30 минут. Либо выполнить короткий массаж лимфодренажный, да, там в течение 15-20 минут. Классический массаж Ахабадзе, где нужно более глубоко проработать кожу, не очень получится, а вот в комплексных массажах, да, то есть в комплексных массажных техниках, будь то хиру массаж по испанской технике, да, там, будь то массаж по французской технике хиру массажа, да, можно увеличивать скольжение, чередуя, да, интенсивное воздействие с лимфодренажными воздействиями, да, увлажняю кожу, да, если не бюджетно, то при помощи, например, тоника с дополнительным увлажнением, да, то есть в данном случае еще будет хорошее сочетание, если брать средства гильтек, да, то есть улучшить скольжение тоник с гиалуроновой кислотой и эластином, тоник с коллагеном и алоэ вера будет улучшать скольжение, да, и также не бюджетно, но действительно эффективно и еще будет воздействовать на сосуды и даст, и поможет убрать, наверное, больше отечность, плюс на осветление как сосудистого окрашивания вокруг глаз, да, так и на осветление общего тона лица, поскольку лосьон Нео, да, который у компании Гильтек заменяет и актив, да, он содержит 10% дигидрокверцитина, основного такого антиоксиданта и очень мощного вазопротектора. Получается не бюджетный массаж, да, но в себестоимости, в принципе, все равно получается средств, да, на данный массаж, да, где-то в районе максимум 50 рублей, да, то есть это использование маски и лосьона Нео. После чего, да, можно положить, например, еще добавить по процедуре альгинатную маску. Дальше на что, на какие средства хотелось бы еще обратить внимание, потому что было много вопросов и очень часто компанию Гильтек определяют, да, и знают по нашим средствам из серии Блефора, это аптечные средства, которые очень хорошо сочетаются в домашнем уходе с профессиональными косметическими уходами и используются на ежедневной основе у клиентов с различными заболеваниями в области век, да, вот для меня, например, лично для самой очень актуальна данная проблема, да, потому что проблема с кожей век, да, на фоне заболевания по зрению и, например, прекрасно работающий наш Блефорогель номер один, да, то есть Блефорогель, он так и называется, гель для физиотерапии, который можно использовать и в клинических условиях, да, который рекомендуется офтальмологами как профилактика, например, там того же сухого глаза, профилактика сухости кожи век при ношении линз, да, или при серьезной нагрузке на область века, да, и использование его под любые косметические средства, да, то есть это не средства, направленные на работу конкретно с морщинами, хотя большинство наших клиентов, да, или, как сказать, людей, которые используют Блефорогель в обычном режиме, да, то есть не как косметическое средство отмечают то, что он способствует разглаживанию мелких морщин, да, убирать сухость кожи, потому что он содержит и алоэ вера, и тоже гиалуроновую кислоту, но его, например, для решения косметических эффектов недостаточно, но если вам, например, доктор по решению какой-то косметической проблемы, да, то есть той самой сухости века, да, прописал Блефорогель, то он вполне сочетается со всеми другими косметическими средствами, например, его можно сочетать с укрепляющим гелем Церамид и Пептид. Также в холодное время года на область век можно нанести, наверное, один из наших самых эффективных препаратов, безводный гель Церамид Скин Сейвер, да, который убирает и шелушение кожи, и является защитным средством от мороза, да, если его нанести в качестве праймера на улицу, перед выходом на улицу, они будут прекрасно дополнять друг друга. Также закамуфлировать, мне, наверное, семинар сегодня получился, вебинар сегодня получился по ответам на вопросы. Я как раз вот держу список вопросов, которые задавался, да, по сочетанию, а не по каким-то косметическим процедурам, да, и больше именно по средствам и их сочетания, ну, пусть будет так, да, но для... Я вернусь снова к средствам блефора, да, для того, для решения, ушла я от темы, да, например, блефоригель, для... Можно использовать в сочетании, наверное, одно из моих тоже фаворитов средств, это наш коктейль Витаматрикс, я его припрятала, и, наверное, уже сейчас не достану, потому что не дотянусь, да, то есть которая, помимо антиоксидантов, содержит еще и микрочастицы софт-фокуса, которые, конечно, не будут целенаправленно разглаживать морщины, ну, например, при излишней сухости, да, у синдрома сухого глаза есть такой косметический дефект, что кожа вект кажется морщинистой, да, такой очень, и сгладить внешне можно при помощи нанесения сверху блефора геля коктейля Vita Matrix до косточки, да, то есть до подвижного века, который будет нивелировать и решать именно такую косметическую проблему. Блефор и лосьон, например, вполне может заменить любой тоник, да, который не только будет очищать кожу век от загрязнений, да, оказывает он еще антибактериальные средства, да, то есть, но, и многие из вас знают, что блефор и лосьон можно применять в качестве компрессов для снятия отечности, для снятия тяжести с области век, да, и снятия мышечного напряжения. Отдельно выпускается, не прикрепилась сюда на отдельным слайдом, да, не прикрепила. Также выпускается блефор, лосьон в виде блефора салфетки стерильной, которую можно применить как после оперативных вмешательств, потому что она стерильная, да, также можно применять. Нет, блефора это лосьон, который не нужно смывать. Вот я поднялась по снизу вверх, да, про очищение, да, для чувствительных глаз, сейчас поговорим попозже, я, наверное, вот таким различными типами очищения, я как раз и закончу наш вебинар, блефора лосьон мы не смываем, да, то есть это своеобразный тоник, который используется в области глаз, да, из него можно сделать при помощи ватных дисков, или же одноразовые салфетки, да, также компресс на глаза, который можно оставить, да, на достаточно долгое время, у нас нашим офтальмологом была разработана такая методика применения блефора салфетки, которую она стерильно запечатана в пакетике, которую мы опускали в стаканчик с теплой водой, потом вы ее достаете, разрезаете и выкладываете слегка теплый компресс, при ваш повышенной отечности, да, соответственно, компресс из салфетки холодный, но блефоролосьон наш точно также можно применить в качестве компресса, смочив ватные диски, да, дальше можно допустим дополнить блефорогель, который можно нанести и при помощи массажа, а по блефорогелю делается и офтальмологический массаж, и косметический массаж, также он подходит под все эти физиотерапевтические методики, которые проводятся в области глаз, да, оба средства прекрасно сочетаются уже с более усиленными средствами омолаживающими, например, да, то есть, как я уже говорила, да, то есть, можно сверх, после впитывания блефорогеля нанести крем с пептидами и церамидами для того, чтобы уплотнить кожу, защитить кожу, добавить лифтинг-эффекта, да, или же, например, если есть склонность к отечности или темным кругам под глазами, да, уже, то есть, закрыть средством из домашней линии, а я уже, например, устала все время, говорю, из домашней линии, из домашней линии, просто он достаточно бюджетный такой и очень часто и решает много проблем, да, то есть, крем для век с эффектом лифтинга, в котором есть и матриксил, да, то есть, такой, причем в достаточно высокой дозировке аппептид, и вазопротекторы, да, и гиалуроновая кислота, да, он более такой кремовой текстуры, такой хороший, да, который еще спокойно может защитить века, да, прекрасная, кстати, подложка под макияж и у того, и у другого крема, я все время говорю, что он там для домашнего ухода, для домашнего ухода, он прекрасно встраивается, например, в хорошую классическую процедуру, например, там, подальгинатную маску, либо на завершение процедуры, либо такие, когда нужно экспресс-процедуру сделать, плюс, если, допустим, ну, в случае молодой кожи, да, то есть, которую не нужны антивозрастные эффекты, хотя, например, многие клиенты, у которых присутствует там, ну, частичная, может быть, там, потеря злений или какие-то заболевания, жалуются на ту же сухость кожи, и здесь визуально, да, им кажется, потому что они действительно больше щурятся, а некоторые офтальмологические препараты, например, там, те же капли, которые закапывают, вот я, например, сама сейчас страдаю от того, что капли для век, ой, для глаз, да, которые я закапываю в глаз, сушат кожу, ну, так получается, да, и приходится использовать два средства, и наши клиенты действительно точно так же, вроде бы, нет явно выраженных морщин, но на фоне вот этих, вот этого вот офтальмологического лечения немного сушат кожу, поэтому, например, использование блефорогеля тоже как базового геля, и потом профилактически, например, можно использовать пептидные какие-то препараты, то для именно профилактики и устранения вот этой сухости кожи, что еще по поводу очищения для кожи век и снятия в косметике в офтальмологической серии, поскольку у меня уже вот тут вот слайд висит, да, блефороочищение прекрасное средство для снятия макияжа с области глаз, да, в том числе и водостойкого. Сразу хочу немножко сделать такую вот ссылочку на то, что если это водостойкий макияж по типу таких вот театральных гримов, гримов для съемок, где используется клей, да, или действительно прям совсем не смываемый макияж для каких-то фотосессий, то просто придется нанести средство дважды, чтобы хорошо снять водостойкую тушь, или же сейчас очень много таких кремовых подводок, да, то есть они тоже водостойкие, то есть плотные текстуры, то гелевое средство наносится на ватный диск, да, на несколько секунд прикладывается к области века, да, то есть где к ресничному краю, и нужно задержаться на несколько секунд, чтобы средство смогло начать действительно растворить вот это несмываемое средство. Для снятия очень сложных макияжей у нас, возможно, вы знаете, есть гидрофильное масло, да, которое подходит как для чувствительной кожи, для кожи, для людей, которые действительно используют стойкий макияж или многослойный макияж, прекрасно смывают с одного раза косметические средства. Гидрофильным маслом можно умыться дважды, точнее, можно умыться двумя способами, да, то есть нанести сначала масло на ватный диск, снять косметику, да, потом симмультировать и смыть, либо сразу нанести масло на все лицо, увлажнить руки и потом уже симмультировать и оно действительно смывает два раза. Для людей с жирной кожей, конечно, придется применять еще дополнительно какие-то средства, но по поводу блефра очищения подходит для практически всех, для аллергиков, для очень чувствительной кожи, век и позволяет убрать действительно любой макияж. Из базовой коллекции средств я прошу прощения, все-таки пододвинусь, потому что некоторые средства хотелось бы прям да, лосьон концентрат нео выпускается с распылителем, нет, 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 лосьон концентрат нео можно не закрывать. Возможно, вот вы сталкивает, если вы возможно были у нас на семинарах или же слушали наши вебинары, а у нас обзорный семинар будет в пятницу в Москве в нашем центре диагностики кожи, мы обычно показываем нашу фирменную маску, я, например, ее очень люблю, лосьон концентрат нео входит в комплекс для этой маски и всегда наношу практически близко к веку. понятно, что тем клиентам, которым можно и которым нельзя, я наношу ее всем достаточно близко к подвижному веку и лосьон концентрат нео в нее входит. Эта маска готовится, у нас есть во всех методичках, эта маска готовится из лосьона концентрата нео и гелия для сухой и нормальной кожи нео готовится смесь где-то 50 на 50, в методичке можно посмотреть, она у нас есть на сайте, или можно, у нас есть видео, где наш главврач Ирина Викторовна показывает процедуру с ней, либо прийти на семинар, например, в эту пятницу на обзорной посмотреть, как она накладывается. То есть маска накладывается по типу сухого компресса, они оба входят, и можно нанести и на область под бровью, и на часть века, то есть до подвижного века прекрасно можно нанести и кожевед не закрывать дисками. для очень чувствительной, но это не капли в глаза, да, то есть сразу хочу сказать, очень часто спрашивают про блефоролосьон, да, и про блефорогель, думая, что это средство, которое мы закапываем в глаза. Нет, это средство все поверхностного нанесения, то есть которое наносится на кожу век, но не вовнутрь. И, наверное, по очищению я все-таки прямо на секунду оторвусь, потому что из базовой коллекции то, что по уходу за веками для очищения. самый, наверное, любимый и часто используемый это лосьон очищающий на очень мягких павлов, это мицеллярный лосьон, который убирает практически все косметические средства, можно использовать на коже век, на ресничный край, у нас есть и блефрогель 1 тоже можно, но на ресничный край у нас есть для лечения конъюнктивитов, демодекоза, то есть это блефрогель номер 2. Я целенаправленно его здесь не прикрепила, это блефрогель препарат, который содержит серу для лечения вот таких вот заболеваний. Кстати, эти заболевания тоже сушат кожу век и можно впоследствии нанести какое-то кремовое средство после блефрогеля 2. можно нанести кремовое средство уже на область вокруг глаз, чтобы нивелировать проявление данных заболеваний. Блефрогели могут наноситься на всю кожу век до ресничного края блефра номер 2 и на ресничный край в том числе. По поводу очищения, то есть гидрофильное масло, я вам уже про него рассказала, прекрасно очищает двумя способами, либо мы наносим масло сразу на все лицо, влажными руками эмульгируем, либо мы берем ватный диск, растворяем, снимаем весь макияж, потом влажными руками увлажняем и дальше смываем. в качестве очищающего средства для снятия макияжа, повторюсь, это лосьон очищающий мицеллярный, тоже прекрасно очищает от даже стойкого макияжа, есть виды макияжа, я все время оговариваюсь, потому что потом задаются вопросы, да, вот у меня там не очистил, да, есть декоративные средства, которые требуют достаточно серьезного очищения, но можно лосьоном протереть дважды, я, например, иногда так и поступаю, да, и в том числе, когда, например, у меня приходят клиенты, у которых достаточно сложный макияж многослойный, да, то есть с праймерами, с какими-то корректорами, с достаточно плотной стойкой помадой, с прорисованными бровями, я все равно снимаю макияж в два нанесения, да, то есть либо два средства, либо два нанесения одного и того же средства. Также на что хотелось бы еще обратить внимание по поводу сочетания те средства, которые можно из базовой коллекции применить на защиту век в зимний период, это наш знаменитый Ceramid SkinSaver, который изначально разрабатывался как косметическое средство в период реабилитации для кожи, опять же лишенной липидов, а также для реабилитации кожи после химических пилингов, когда есть обильное шелушение или каких-то сложных процедур, которые способствуют серьезному отшелушиванию. Для защиты кожи, для чувствительности шелушащейся кожи и как средство, которое восполняет липидный недостаток, потому что содержит церамиды и не содержит воды, для того, чтобы восстановить именно липидную вантию кожи. Прекрасно работает как праймер и на фоне сухости век, либо сейчас зимний период, на нижнюю часть, на скуловую часть, где, как правило, сухость кожи, обильное шелушение тоже можно нанести. И, конечно же, хочу вам показать свой любимый Витаматрикс, который решает, даже записывали одно из видео, которое на YouTube-канале, у нас есть макияж без макияжа, есть одно из средств, которое можно нанести на лицо, вы будете выглядеть действительно прекрасно, эффект софт-фокуса визуально сгладит глубину морщин и даст объем и свечение. Напомню, да, то есть все средства блефора сочетаются опять же с средствами из косметической линии, как в процедурах, да, так и в домашнем уходе. Что хотелось бы в данном случае отметить, например, если мы используем пептидный концентрат 5 пептидов, то у нас с вами он всегда используется первым, а уже потом выполняются какие-то манипуляции, либо наносится дополнительно другое средство. И точно так же хотелось бы еще напомнить про то, что некоторые пептиды, да, а большинство пептидов, например, миорелаксанты, которые, действия которых очень хочется увидеть, разрушаются при кислом PH, да, то есть эффект вы можете не увидеть. поэтому если вы применяете, например, там, кислотные сыворки, кислотные пилинги, да, или же у вас средства, да, то есть есть какие-то, которые имеют PH, да, ближе к 3, ниже 4, ближе к 3, да, то в данном случае, то есть эффект, например, от сыворки миорелакс можно не увидеть. Что делать в этом случае? Либо разнести их по времени, утро, вечер, либо нанести чуть-чуть позже, да, когда средство уже, когда PH, да, из кислого станет нейтральным, когда восстановится. Что еще хотелось бы опять же сказать в конце, да, по поводу комбинаций, я сейчас вот рассказала о комбинациях средств, да, например, там, средства с пептидами, миорелаксантами мы наносим первым, потом более плотный крем, да, который будет еще, например, там, с теми же, с тем же матриксилом, да, либо с церамидами, который будет, в свою очередь, еще работать на укрепление кожи и тонус, да, либо дополнительные увлажняющие средства, массажные техники, идеально, ну, для области век, да, в каждой массажной технологии всегда есть движения. Вообще, область глаз можно проработать практически чем угодно, да, там, в интернете очень много есть, например, массажей и офтальмологических, офтальмологический массаж для улучшения состояния области глаз, он же и лечебный, есть у нас на YouTube канале именно офтальмологический массаж, тоже можно посмотреть его, да, он очень неплохо, кстати, снимает напряжение и улучшает, опять же-таки, тонус сосудистый, да, хотя направлен на лечение некоторых заболеваний области глаз, да, то есть его тоже можно сделать, любой массаж в области век пойдет вам только на пользу, да, потому что улучшит отток лимфы, улучшит кровоснабжение, тем самым будет способствовать и улучшению состояния кожи, улучшению состояния сосудов, да, и, опять же-таки, метаболизму на клеточном в этой области, и это будет всегда хорошей профилактикой старения век, да, и различных проблем, которые у нас случаются с веками. Для, можно использовать, на мой взгляд, любое средство, да, одно время, например, был популярен массаж ложками, да, его тоже можно, есть методики массаж гуаша, если будет интересно, у нас будет практически семинар на эту тему, хотя в прошлом году уже получается, да, то есть у нас был такой массаж, то есть у нас был такой семинар, где действительно мы в косметические процедуры использовали техники массажа гуаша и улучшили, например, там тот же классический массаж по хабадзе, дав немножко, например, там нагрузки на отработку нижней трети лица, да, то есть у нас такое уже было, если будет интересно, приходите, следите за семинарами, потому что мне действительно легче работать вживую, я так говорю, гораздо лучше, когда работаю руками, да, и поэтому будет более интересно, чем, например, вебинары в моем исполнении, вы очень мало задаете вопросов, а я, когда не вижу вопросов, не вижу обратной связи, теряюсь, что говорить, да, массажные техники у нас сочетаются с инъекционной терапией, как подготовка, да, к инъекционным методикам, да, аппаратные методики, на мой взгляд, самые эффективные, это микротоковая терапия, да, электрофонфорез, да, плюс РФ терапия для укрепления, опять же таки, кожи в этой области и для укрепления кожи, да, то есть лазерфорез. Дин, спасибо огромное за обратную связь, это действительно правда, я тот человек, который мне нужно вопросы, публику, мне так легче говорить, знаете, когда вижу ваши вопросы, у меня более плавно выстраивается речь, а так, когда я говорю сама с собой, простите, иногда сбиваюсь, да, и вернусь к аппаратным методикам, да, тоже к средствам домашней, сочетаются со средствами домашней терапии, да, и надеюсь, поскольку действительно собирала вебинар по вопросам, да, что с чем можно сочетать, можно ли сочетать, можно ли послойно наносить, а чем смывать, а какое лучше смывать, да, то есть я вебинар готовила по именно средствам, что можно под массаж пустить, сразу хочу сказать, что например для массажа можно использовать любой наш гель увлажняя, да, я уже вот например идеально увлажнение это тоник, можно добавить в гель для скольжения, можно увлажнять, как только у вас будут гель впитываться как бы, да, то есть когда начнут руки проскальзывать, то можно уже либо руки увлажнить тоником, некоторые увлажняют водой, но я например стараюсь этого не делать, потому что интереснее всегда тоником, да, прекрасное скольжение, ну вообще наверное самое идеальное скольжение дает именно тоник с коллагеном и алоэ вера, да, скольжение на 30 минут хватит, у маски акваудовольствия, она очень плотная, густая, вязкая, если увлажнять руки или сбрызгивать тоником, то хватит на 30 минут, смотрите, лосьон концентрат нео, да, косметологи говорят, что небюджетный, это один из самых наших дорогих лосьонов, да, его можно использовать и как тоник, и как лосьон, да, например, используется он в микротоковой терапии, можно его, как я уже сказала, да, у нас есть в рецептуре маски участвуют, очень хорошее скольжение, если, например, и по лицу, и по телу у нас используется для массажных технологий гель алоэ вера и коллаген, его можно найти в разделе средств для тела или средств для аппаратной косметологии, он контактный гель идет и для электродов, и для любых аппаратных процедур, но он прекрасно скользит, он плотный гель, если его точно так же увлажняют в течение работы, то на 30 минут вполне хватает, скольжение отличное, да, ну и тоник, которым можно увлажнять, да, то есть этот тоник с гиалуроновой кислотой и эластином, который тоже будет давать хорошее скольжение, вот многие, если говорить не про массаж области век, да, а комплекс, например, любые комплексные технологии массажные, многие косметологи наши говорят, что у нас крем ламеллярный питательный, раньше назывался ламеллярный массажный крем, да, спа-апельсин, и скольжения у него не хватало, да, то есть он полноценно массировал минут 20 при сухой коже, при такой хрупкой коже, да, он очень быстро впитывался, поскольку имеет ламеллярную текстуру, но надо отдать должное кремам такой текстуры, если их тоже увлажнять, вы увеличиваете скольжение, если многие, например, технологии массажные, вы, когда берете массажные средства, то многие рекомендуют добавить там каплю масла или в основном какого-то направленного действия, то в данном случае можно масла не добавлять, да, потому что есть количество, да, какие-то аллергических реакций на эфирные масла или на те же массажные масла, у некоторых есть, допустим, предвзятые мнения по комедогенности масел, я на предыдущем вебинаре подробно рассказывала, да, там, про массажные масла, да, про массажные средства, и на каждом точном семинаре, где у нас есть массажные технологии, прям прикрепляю слайд с таблицей масел комедогенных, и по скольжению масел, да, и по наличию аллергических, ну, и прям такая таблица, поскольку это, ну, моя фишка, да, которую я исследую, у меня есть таблица, комедогенность, скольжение, вязкость масла, да, и, опять же-таки, наличие на него аллергических реакций. Вот по поводу комедогенности их не так много, да, просто нарушение баланса липидов, очень многие уходы, да, то есть, например, те же клиенты, которые имеют жирную кожу, да, или склонны к воспалению, как правило, в уходах используют средства, которые убирают вот этот липидный слой, или по-нашему, да, там нарушается гидролипидная мантия, но ее можно нарушить, используя именно масла, то есть, добавив много жира, и баланс липидов нарушается, и здесь все-таки имеет место нарушение баланса липидов, а не то, что масло комедогенное, потому что очень мало откровенно комедогенных масел, а вот уход кожи в сторону нарушения баланса липидов, это да, да, то есть, поэтому именно работая с ламилярными текстурами, а ламилярные текстуры, хороши в массаже, вы их можете просто увлажнять, и крем опять у вас начинает переходить в скольжение, в хорошее, и вы можете и отработать по ламилярному крему более глубоко, вот косметологи, которые владеют миофасциальными техниками, да, либо так, следующий вебинар, если в вебинаре без массажа, да, будет, в феврале будет без массажный, там про подростков, а семинар очный в ЦДК будет по, с массажными техниками, будет по уходу, кстати, за проблемной кожей 45+, где я буду сочетать массажные техники, да, потому что это возрастной семорегулирующий уход, и вроде бы хотелось показать, да, там лифтинговый эффект, а у нас проблемная кожа, вот там буду включать и массажные технологии, в том числе буду на базе обычного массажа лечебного по ЖОКе показывать лифтинговые действия, да, то есть дополняя, и плюс обязательно, поскольку будет речь о массаже, обязательно прикреплю очередную таблицу, да, либо в марте будет вебинар, посвященный техникам массажного в очередной раз, там будет вебинар, скорее всего, по работе шеи, декольте, нижней третьей лица, буду рассказывать об массажных техниках, эффективных для работы со вторым подбородком, да, то есть, для, поэтому там будет точно, это будет в следующем, она не волшебная, на самом деле, очень многие ленится запомнить материал, а я просто, поскольку работаю с маслами, да, и работаю много, да, каждую информацию записываю, перерабатываю в методические пособия, да, добавляю, и поэтому вот такая таблица каменогенности и таблица аллергичности тоже у меня сформировалась из-за того, что я просто все записываю. Ну, и у нас время вебинара подходит к концу, надеюсь, что про все средства гильтек, которые для работы косметолога, либо, если вы наш клиент для домашнего ухода, сочетание средств, да, применение каких-то массажных технологий, да, и почему именно послойное нанесение или же использование не одного средства в области век нужно, я надеюсь, я вам рассказала, потому что в некоторых случаях, да, на нас сейчас с вами влияет пусть будет все равно узко направлено на область век, количество факторов, да, это не только возраст, да, который и так замедляет, и клеточное деление, да, и гликация присутствует, да, ну, еще и различные отклонения, да, например, там, вот сейчас у нас там сухой воздух, плюс вирусные заболевания, да, какие-то хитрый вирус мы уже с вами пережили, который, кстати, очень сильно многие отметили, да, там, повлиял на сосудистое русло всего организма, да, там, кто-то, например, сидит на диете, следующие, кстати, тоже в феврале будет семинар по коже, что происходит с кожей во время диеты и что с этим делать, вот, то есть, опять же, лишний вес, да, также влияет на сосуды, и, кстати, очень многие клиенты, которые имеют лишний вес, жалуются на, опять же, глубокие заломы в области века, а это нарушение кровоснабжения, поэтому я и приветствую использование, например, отдельно гелей, там, вазопротекторов, да, в сочетании со средствами, которые будут укреплять кожу, да, там, теми же пептидными комплексами, и они будут усиливать действие друг друга, да, и действовать направленно, да, иногда говорят, да, там, вот, средства не действуют, да, вот, универсальное средство, крем с лифтинг-эффектом, наш, да, крем-гель с лифтинг-эффектом из домашней линии, действительно, содержит и вазопротекторы, да, и пептидный комплекс, но действие его будет накопительное, используя, например, его с тем же церамид скинсейвером мы добавим, да, и визуально, и действительно, и добавим эффекта на коже, вот, поскольку церамидный комплекс еще улучшит гидролипидную мантию на коже, да, то есть, поэтому всегда имеет место сочетать не только одно, но и два средства. И время нашего вебинара подошло к концу, очень благодарна, что вы присоединяетесь к нашей аудитории, что интересуетесь нашими средствами, поэтому буду ждать вас в следующий раз, спасибо, мне очень приятно, надеюсь, что всю информацию донесла достаточно точно и всем понятно, хотя, повторюсь, будете присутствовать на наших, на моих вебинарах, пожалуйста, задавайте вопросы, не сидите со мной в эфире, да, пусть пишите, потому что мне действительно очень сложно, когда я один на один, и буду рассказывать больше информации, да, Екатерина, совершенно спокойно, сыворотку миорелакс можно закрыть церамиды и пептиды, внизу будут миорелакс, а сверху церамиды и пептиды, и прикрепила вам в начале чата, да, не потеряйте промо-код на сегодняшний вебинар, да, на вашу скидку, это миорелакс, маленькими буквами на русском языке, ваша скидка при покупке в течение недели, а я с вами прощаюсь, всем хорошего дня, и буду рада и личным встречам, и видеть вас, и слышать на вебинаре, и